Здесь нечего вообще говорить о том, что есть какие-то направления, которые подходят только женщинам или только мужчинам У меня куча кейсов моих клиентов, мужчин, которые работают в женской, скажем так, женской нише У меня есть клиент, который производит гель-лаки и всю вот эту вот лабуду для салонов Он производит, у него, его бренд, его знает вся Россия У меня врач-гинеколог мужчина Просто ни одна женщина, ни до него, ни после вообще в сравнение не шла Потому что женщины считают, типа, я все знаю, а мужчина не знает, он же такой, ему же тревожно, он же не понимает, как Понимаешь, он по-другому относится Поэтому вот эти все рассуждения, там вот здесь, это только для женщин, это только для мужчин, это полная херота Все равно же проще по женским идти или по мужским, по-другому Пофигу, и к одному, и к другому будет выстраиваться очередь, если хороший массаж, соотношение цен, место, реклама Женщина больше знает про массаж Подожди, в смысле, женщина больше про массаж? Я, если открою маникюр, я про него не знаю То, что я туда хожу, отдаю свои лапки раз в месяц, это не значит, что я про него хоть что-то знаю Я не знаю ничего, потому что я вот так вот сижу в телефоне, да, а потом перехватываю, вот так вот сижу Я не знаю, что они там, они говорят вам, какой такой или такой Я каждый раз говорю, какой я делаю обычно, я не знаю, такой, как всегда, идите, посмотрите Но, если я буду делать бизнес на маникюре, я изучу, естественно, я изучу, как это должно быть правильно У меня будет технолог, у меня будет все У меня есть клиенты-мужчины, которые просто, нельзя говорить про клиентов, что они задроты, но они задроты Они вот пока во всем не разберутся, вот, а, все, сейчас мне все понятно Они не отпускают, вот, ну, допустим, в консалтинге у меня Они не дают двигаться дальше, говорю, все, нормально, мы можем уже двигаться дальше Они говорят, подожди, а если так, а если вдруг так, а вот вдруг, и вот это вот вдруг, ты сижу, работаешь над вдругом каким-то В бизнесе такой корреляции нет, что мужчина более широкими мазками, а женщина более там, ну, более скрупулезна Я вижу другое между мужчинами и женщинами Я вижу, что мужчина склонен больше рисковать, он больше рискует, он готов к каким-то амбициозным глобальным целям А женщина, она больше, ей важно сохранить, что есть, и она готова маленькими шажочками, шажочками, шажочками Кто быстрее, тоже там по-разному бывает, если мужчина допускает ошибку, у него просто вот эта фатальная ошибка Женщина на маленьком отрезочке такая, да, и хер бы с ним, это знаешь как, пересыпала соль и в борщ, знаем, что с этим делать А мужчина, в принципе, кухню сожжет, понимаешь, то есть вот такие я вижу особенности женщины По чуть-чуть, по чуть-чуть, она чуть-чуть зафиксировала, чуть-чуть зафиксировала Мужчина делает огромный шаг, да, получилось, да, следующий опять Плюс еще я вижу, что мужчина берет одну задачу, и пока ее не сделал, он чаще всего не берет Он говорит, стой, 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 надо вот это доделать, а потом уже следующее А женщина такая здесь, 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 и еще чуть-чуть вот здесь И когда мужчины говорят, мужчины-тренеры обычно, да, по бизнесу, они говорят Надо фокусироваться на чем-то одном, взять эту цель и ее достигнуть И я всегда говорю, да, потому что ты мужчина, а женщина Если она начинает фокусироваться У меня была такая клиентка, у которой тоже она по-женски, да, делает вот много всего И мы с ней все это выстраивали, а потом она сходила к мужчине Мужчина сказала, в смысле, нужна фокусировка Она все это закрыла, оставила один фокус, и у нее не получилось Почему? Потому что женщина еще соблюдает очень четко, это какая-то интуитивная история Правила диверсификации То есть для женщины здесь я потеряю, но зато здесь, здесь у меня все будет в порядке Мужчина готов ставить все на ком, да, на дно, и двигаться туда, рухнул Ну, значит, все, будем залезать рано и двигаться дальше Вот эти вещи нужно женщине, мужчине понимать Что мужчина не всегда может так, как женщина, ну, в силу нашей природы, разной природы А вот то, что мы лучше в женских сферах, а они лучше в мужских Наверное, да, но если женщина заходит в мужскую сферу И она еще умеет на этом какой-то пиар сделать, ее ждет просто нереальный успех И наоборот, если мужчина там не стесняется, там, господи, я люблю кондитерку Если он не стесняется, этот тортик, да, то пикушка, я пикушка Ринат Акзамов прекрасно себя чувствует, при том, что он пикушка Я понимаю, что любая женщина, если она захочет, она может сделать все И так же, как любой мужчина, если он захочет, он может сделать все Вот это сто процентов Просто мы по-разному это все делаем Есть теория, что мужчина, если создал бизнес, все, мне скучно, я пошел к следующему А женщина, она в этой кондитерке, пока у нее серии этих кондитерок не будет, она не успокоит Это тоже не про мужчину и не про женщину Это про особенность психологическую каждого человека Есть люди-достигаторы, люди-стартаперы И есть системные люди, которые умеют работать с одним и тем же долго И развивать его, развивать Это как мужчины, так и женщины могут быть Я про себя знаю, что я стартапер Мне очень интересно делать что-то новое Делать, 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 поставить себе какую-то охереть, какую сложную задачу Сказать, ну, если я это сделаю, то я красотка И я буду над этим вот копошиться, работать, трудиться, уничтожать все вокруг Плакать, скулить, говорить все, я на Енисей Я так больше не могу, потом сделаю, такое скучно И когда делаю, я каждый раз, когда что-то новое делаю, говорю Я больше никогда ни в какую новую тему не полезу Гарри, оно все в аду, понимаешь Я не буду все доделала, добилась результата Как-то мне скучненько становится Че, еще мне такое интересненькое поделать? А есть люди, которые вот это, они не вывозят, им тяжело вот это Им очень тяжело строить, и они часто говорят Я второй раз в это не пойду Но я вот это буду охранять, беречь, развивать Чтобы оно постоянно давало, давало и давало То есть приносило доход Разные люди есть И, казалось бы, наверное, мужчины, так как они завоеватели И вот это стартаперство присуще Ну, как видишь, вот я пример женщин такой же Мне кажется, у женщин другая проблема Женщины очень часто делают продукты для себя А не для людей Очень часто одежда шьется для себя Если магазин привозится для себя То есть мне не хватает, поэтому я сделаю И это будет для меня А потом я буду думать, как это все продать кому-то Мне кажется, реже встречаются мужчины, которые делают что-то для себя чтобы потом вот на этом они смотрят как-то там на рынок да мужчина может не задуматься как любой предприниматель идея класса ну а как ты это будешь сбывать продавать там условно там давайте производить мебель да потому что там хорошая маржа потому что у меня есть там друган здесь друган там да и вот это мы сейчас все замысим сделаем и когда ко мне мужчина приходит все у меня я все могу игроки продавать как будем вот вот вы но так и женщина допускают такую ошибку все продукт придуман деньги есть идея есть энергия есть помещение все есть будто нет в это упираются и мужчины и женщины то есть мне кажется что мужчина реже для себя что-то делает я на днях тоже у нас была консультация на этом на программе и одна из девочек сказала что основная задача мужчины это сделать женщину счастливой и он может быть счастливым только тогда когда он сделал свою женщину счастливой Получается, мужчина не может быть счастливым, если у него нет женщины Он такой сидит, грустный, унылый, нет бабы, все, как же я могу быть счастливым? В смысле, да Давай меня возьмем в пример У меня уже есть дети, да, взрослые, классные дети Как бы все, счастье в моей жизни было И больше ничего мне не надо, да? Ну, потому что размножаться я больше не планирую Значит, все, больше я все остальное время буду... Либо я уже должна быть счастлива, потому что у меня есть дети Ты уже счастлива, что у тебя есть дети, и по сути, если ты больше не планируешь... То и нахуй у меня мужчина То и нахуй у тебя жить Если бы наше счастье, на мой взгляд, заключалось только в том, что мы, ну, продолжили мой род или не продолжили Ну, это очень простая жизнь Очень просто быть счастливым Опять же, если ты там, если по физиологии нет проблем, да Родить ребенка самое простое, что можно сделать в жизни Но и вот это вот рождение ребенка или рождение, продолжение рода Это, ну, не единственная же составляющая счастья Очень часто это вообще не является счастьем у людей Люди, ну, рожают детей и при этом жутко несчастны Чувствуете себя одинокими, обманутыми Конечно же, если есть отношения, есть пара, мужчина и женщина То мужчина вряд ли будет счастлив, если рядом с ним несчастна его женщина И наоборот, но сказать, что если нет пары, то вы абсолютно несчастные люди Ну, на сегодняшний день это не так Партнер, любимый человек делает тебя еще более счастливым, когда ты счастлив А не делает тебя счастливым, потому что ты был несчастным То есть, если счастье заключается только в отношениях, то, ну, это же прям беда Отношения сегодня есть и завтра может не стать И как бы все, и тебе, чтобы быть счастливым, надо срочно искать другие отношения И ты прыгаешь из отношений в отношения, чтобы быть счастливым Наверное, есть мужчины, которые работают ради женщин, ну, скорее всего, они есть, но сказать, что это исключительно так, ну, это полный... Это точно так же, как утверждать, что женщина все делает ради своего мужчины, и мне... Ну, в смысле, женщина, если бы не было мужчин, она бы там не красила там волосы, не делала бы ногти, не красила бы там лицо, не наряжалась бы, она все это делает для каких-то других мужиков. Особенно это мужчин так говорят, что вот если ты нарядилась, значит, ты для каких-то других мужиков, то идите вы нахер, другие мужики, да? Мы конкурируем таким образом друг с другом женщинами, не для мужчин, а нам важно, ну, что-то друг другу доказать, а не понравиться мужчинам. Мы так всем нравимся. Для того, чтобы женщина была эффективной, успешной в бизнесе, ей нужно учиться брать мужские модели поведения, потому что, первое, от нее такого не ожидаем. В бизнесе очень важно вот это, знаешь, неожиданное целодвижение производить. И второе, в ней это развивает вот этот другой подход, другой взгляд. И точно так же мужчине, для того, чтобы быть успешным, развиваться и не проваливаться, да, постоянно, вот, все, я ставлю все на кон и потом такой, зализываем раны. Хотя у мужчин, не обязательно же так у мужчин, да? То есть тоже учиться женским вот этим подходом, по чуть-чуть зафиксировать, попробовать все одновременно, да? Зафиксировали, да, взяли кого-то в найм, тут люди развивают, тут люди развивают, то есть объединять. Есть хорошее решение и хорошие модели поведения, как у мужчин, так и у женщин. Важно ими обмениваться. Но важно понимать, что и мужчин, и женщин важно извлекать прибыль из своего бизнеса. Не важно, какими методами, какими подходами, какими мужскими, женскими моделями поведения, важно извлечение прибыли. Если не устраивает та прибыль, которая получается, если есть упадок в прибыли, если непонятно, как растить прибыль, я приглашаю вас на вебинар «Прорыв в бизнесе». Ссылочку оставлю в описании под этим видео. После просмотра этого видео вы точно поймете, что, когда и зачем делать для того, чтобы прибыль выросла. И, конечно же, как женщинам, так и мужчинам всегда нужны актуальные, современные инструменты, которые нужно применять в бизнесе. Для того, чтобы их найти, научиться правильно применять, ссылочка на телеграм-канал будет в описании этого видео. И, конечно же, подписывайтесь на этот ютуб-канал. А с вами была Юлия Трус. До новых встреч в новых видео. Пока-пока. Даже в этом работе с мужчиной все равно лучше будет. Насчет лучше не знаю, но справиться. Юля, я в армии. Я могу пол так помыть, ты в него вообще бриться сможешь. Ну подожди. Давай не про это, все-таки про бизнес. Давай возвращаться к бизнесу. Маникюрный салон, женский бизнес. Для мужчинам нельзя. Почему? Кто тебе сказал, что маникюрный салон не может организовать мужчина? Если я начну пилить ноготочек, это очередь будет. Тут другой выйдет. Потому что ты единственный мужчина в мире, который... Гениально, гениально же. Точно так же я, как женщина, если я начну... Чинить машины? Чинить машины. И, естественно, что я не просто говорю, боже мой, какие-то болтики, проводочки. А если я буду разбираться в этом, хорошо. Конечно же, они между мужиком и мной будут. Нормальная телка, еще и по***ть можно, да? И полюбоваться.